Я с ним познакомился впервые летом 90-го года, когда я принял предложение Бориса Ельцина и стал вице-премьером российского правительства. И ушел из союзного правительства и готовил ту самую известную программу «500 дней». Вот тогда я с ним познакомился. Но познакомился я с ним еще и потому, что он был очень яркий. Он был очень яркий, очень свободный, очень энергичный, очень молодой, очень веселый. Он был очень в хорошей, поскольку был очень молод, в очень хорошей форме. И особенность его заключалась в том, что он был совершенно раскованный. В каком-то смысле он был просто символ эпохи. Вот его манера поведения, его отношение к окружающим, к жизни, к событиям, ко всему, она абсолютно гармонировала с эпохой. То есть он был абсолютно ее продукт. И это было настолько притягательно и настолько интересно, что с ним нельзя было не познакомиться. Потому что, ну вот это был просто вот человек, воплощавший в себя все, что тогда происходило. И он был таким же светлым, он был таким же наполненный воздухом, свободой, ветром. Вот это был Немцов. После девяносто первого года, после Путча, он был назначен губернатором. И это было, как вы можете легко догадаться, не совсем его работа. Нужна была просто помощь. Нужен был кто-то, кто будет помогать. Ведь картина, которую я увидел осенью 91-го года, когда приезжал к нему уже в качестве вице-премьера союзного правительства, которое было сформировано Ельциным и Горбачевым на последнем этапе. Она же была удручающая. Он сидел в кабинете первого секретаря обкома. И там вообще не было даже просто людей никаких. Он был просто один. Была какая-то девушка, которая хорошо к нему относилась. А к нему всегда девушки хорошо относились. Она, наверное, там что-то приносила, чай там, ухаживала за ним, яблочко ему резала. А все, больше никого не было. Надо было что-то делать. Это же было не шутки. Это миллионная область. Там миллион людей живет. Там останавливались заводы, там останавливался газ. Там были огромные заводы, которые строили подводные лодки в Нижнем Новгороде. Океанские подводные лодки. Это же вообще фантасмагорье. Это где такое можно было увидеть, да? Их потом по Волге переправляли и так далее. И вдруг он остался ответственным, один. Вот. А добрый Борис Николаевич его послал, сказал, вот, Боря, давай. Вот. Что давай? Что давать-то? Дать-то нечего. Я просто приехал к нему с несколькими своими коллегами. И мы у него жили там и занимались всем. Мы сделали там одну вещь, которая интересна даже сегодня обсуждать. Мы сделали первый региональный займ. Вы же представьте, что такое 92-й год. Деньги уничтожены. Никто не знает, что будет, да? Вот. А мы сделали там займ. Что мы сделали? Мы купили нефть у соседей в Татарстане. А она все время... Да, ну, не нефть, а... Это уж я по сегодняшним меркам говорю нефть. Мы купили горючее. То есть, собственно, горючее с мазочными. И они оказались валютой. Они же росли в цене. Они же все время были нужны. А как их купить? Мы сделали займ. Мы собирали... Люди нам доверяли. Покупали немцовки так называемые. Они так назывались. Вы, может, не слышали. Да. Вот были такие... Там же фабрика Горзнака была. Мы выпускали эти немцовки. Вот на эти немцовки люди покупали их, брали их. Мы брали деньги. На эти деньги покупали вот ГСМ этот самый. Вот. Делали резервы. Эти резервы росли в цене. Ну, вот. Сберегали людям деньги. Мы эти немцовки можно было снова обратить, но уже по-новым, с учетом инфляции. Вот. Кроме того, там была сделана система социальных индикаторов, по которым мы следили, что происходит с самыми незащищенными слоями. Мы открывали там всякие столовые для людей бедных, которые могли просто прийти. Ну, чтобы не было катастрофы. Вот. А еще там были программы, связанные с приватизацией, например. Борис был первый, кто убеждал Ельцина, что он хочет распродать там таксопарк в частное пользование. Или там грузовые автомобили передать в частное пользование. Это было еще до ваучеров. Это уже потом ваучеры все испортили. А это была реальная вещь. Это все были реальные вещи. Он был очень силен и очень хорош, как губернатор одной из крупнейших областей Российской Федерации. И у него были колоссальные перспективы. А когда он приехал в Москву, это уже было другое время. Это уже было не то время, когда мы с ним познакомились. Это уже было время интриг. Это было время огромной коррупции. Это было время продажности. Это было время политических манипуляций. Это не 91-й год. Не 92-й даже. Это уже был расцвет. Это 97-й. Это был расцвет вот всего этого. И его использовали. Его просто использовали как ширму, как рекламу, как лейбл, как имя. Его просто использовали для прикрытия. Собственно, ему даже мало что удавалось делать. Даже не стоял, с моей точки зрения, вопрос профессиональных вещей. А просто, поскольку был он очень популярный, то вот пользовались его популярностью для того, чтобы за его спиной делать все, что угодно. Спасибо.